Алло-халло! Привет всем, кто вынужденным способом попал в Германию. Это видео будет посвящено украинским переселенцам, которые приезжают в Берлин. Друзья, что вы должны знать? Много мне моих учеников, студентов, друзей из Харькова, из Мариуполя звонят, пишут. И у всех один и тот же вопрос. Что делать, когда я приеду в Германию? Куда идти? Куда бежать? Я очень кратко об этом хочу сейчас рассказать, просто чтобы вы на месте поняли, как выглядит эта ситуация непосредственно в Берлине. И мы сейчас находимся на главном вокзале, Хаупт-Банхоф. Хаупт – это главный основной Банхоф-вокзал. Банхоф-вокзал. Субтитры делал DimaTorzok На любом вокзале вас сразу встретят волонтеры, помогут вам доставить, донести ваши тяжелые чемоданы, если они у вас еще есть. Мы приехали с одним рюкзачком. Не переживайте, если знание немецкого, естественно, вам не будет позволять, возможно, свести какой-то диалог. Все практически волонтеры говорят по-русски, по-украински, поэтому элементарные вещи вы можете, конечно же, у них спросить. После того, как вы вышли, есть везде указатели, украинский прям флаг со стрелочкой, куда вам нужно идти. Сразу, если, естественно, кто-то проголодался, мы были, например, более трех суток пути, ну, не об этом сейчас речь, и воспользуйтесь возможностью бесплатного питания. Все, что вам люди от души, от сердца готовы пожертвовать. Обычно это вот такие палатки, куда можно попасть по украинскому паспорту. Не забывайте только про маску, если у вас ее нет, то здесь выдают прям такой, как противогаз, не просто тоненькую маску. Это все тоже бесплатно. Внутри этих павильонов вы можете получить горячее питание, взять бутерброд, водичку, что-то для гигиены, самые первые необходимые средства. Вам это все дадут. Для ваших животных, собачьих, кошечек тоже все предусмотрено. Также рекомендую воспользоваться услугами телеком, Vodafone, всевозможные провайдеры, которые также сейчас охотно предоставляют всем украинцам сим-карты с трехмесячным бесплатным пользованием. Очень хороший такой интернет, а также бесплатные минуты для звонков на Украину. Для того, чтобы получить доступ к пользованию такими средствами, вам просто необходимо по украинскому паспорту подойти к любому представителю тех или иных телефонных мереж, средств, способов и получить эту карту. Везде размещены плакаты информационные на русском, на украинском, для того, чтобы люди не испытывали языковой барьер. То есть вот в этой палатке можно как раз поесть, попить, отдохнуть и доставить автобусы до места размещения. В этой палатке вход с одной стороны, там строго в масках, и выход с другой. Если у вас есть знакомые в Германии, которые помогут вас разместить у себя или у кого-то, это очень хорошо. Но если такой ситуации тоже как бы не предполагает ваш случай, тогда тоже не переживайте. Потому что те же волонтеры, после того, как вы можете покушать, взять с собой бутерброд и водичку, вас отведут в автобусы. К сожалению, сейчас Берлин не принимает, беженцев не принимают временных переселенцев уже более двух недель, потому что здесь просто переполнено. И ведомства, которые должны регистрировать, у них просто уже записи до конца апреля нет. Поэтому, конечно же, в Берлине без знакомых, без родственников остаться возможности нет. И для этого тоже вам обязательно предложат другие варианты, альтернативы. Есть куча автобусов, вас проведут, посадят и переместят уже за пределы Берлина в земли, которые готовы вас принять. Чаще всего это такой лагерь. Мы тоже, когда приехали сначала в Варшаву, нас разместили стадион крытый, там где, я не знаю, больше 500 было уже размещенных людей из Украины, с такими одноразовыми простынками. Ну вот как иногда в больницах, да, такие хирургические наборы дают. У каждого была раскладушечка с номером, там можно было принять душ. Покормили, накормили, дали нам одежду. Спасибо огромное всем людям, которые нам помогают. Ребят, поэтому, в принципе, не переживайте. Знание языка, конечно, польского, румынского, немецкого не у всех есть, но это не главное преткновение для того, чтобы вам оказали помощь. Ну и, конечно же, если вы все-таки остались в Германии, вам нужно будет пройти регистрацию для того, чтобы те 90 дней лимита, которые у нас у всех есть, пребывать в Европе, не закончились так быстро. И после регистрации вам дадут также социальную помощь. Опять-таки, в каком размере, это каждая земля, каждый город, есть отличия. Это все я сейчас не могу какую-то зафиксированную сумму вам назвать. И также, вы знаете, что на моем канале есть очень много видео, которые помогут вам вести элементарные беседы, элементарное понимание получить немецкого языка, все те знания, которые вам понадобятся для вашего комфортного проживания, временного проживания. Ну и, конечно же, желаю всем мира, счастья, добра. Пусть это все быстрее закончится, и у всех у нас снова будут наши кроватки, подушечки, там, где мы себя чувствуем комфортно, там, где мы привыкли жить. Присоединяйтесь к моим онлайн-курсам, подписывайтесь на мой канал, а также пишите в комментариях вопросы, которые бы вы хотели от меня услышать, для того, чтобы я могла вам что-то чем-то помочь. Чем богата, тем и рада. Желаю вам всем alles guter. Удачи! Удачи!